В 1995 году молодой ученый Александр Хартиген живет в Нью-Йорке и преподает прикладную механику в Колумбийском университете. Александр назначает свидание своей возлюбленной Эмме, чтобы сделать ей предложение. По дороге на каток в Центральном парке он останавливается купить цветы, но забывает об этом, заинтересовавшись одной из первых машин, которые он видит на улице. Гуляя с Эммой по парку, Александр делает ей предложение и дарит обручальное кольцо. Но в этот момент к ним подходит грабитель с револьвером и требует отдать ему перчатки и карманы и часы Александра. Увидев кольцо на пальце Эммы, он пытается его забрать. Александр, который сначала пытался решить вопрос мирно, вынужден вступить в схватку, но во время борьбы грабитель случайно стреляет и смертельно ранит Эмму. Она умирает на руках у Александра. Долгие годы Александр, охваченный тоской и страданиями, проводит в своей лаборатории, где создает машину времени, с помощью которой он собирается вернуться в прошлое и спасти Эмму. И когда он, переместившись в 1895 год, возвращается в тот самый день, он избегает ограбления в парке и забирает оттуда Эмму. Но когда он ненадолго оставляет ее, чтобы купить цветы, Эмма снова умирает, на этот раз попав под карету, которая перевернулась, пытаясь избежать столкновения с той самой машиной, которая когда-то заинтересовала Александра. После этой попытки спасти свою возлюбленную, Александр убеждается, что сколько бы раз он не возвращался в прошлое, Эмма все равно умрет, ее смерть неизбежна. Он пытается найти ответ у своих современников на вопрос, почему прошлое нельзя изменить, но, конечно, не находит понимания. Тогда Александр, считая, что он просто опередил свое время, использует свою машину времени, чтобы отправиться в далекое будущее в надежде найти там ответ. Пока он находится в своей машине, он видит, как все быстро меняется. Для него проходят секунды, а для мира месяцы. Для него пролетают минуты, а для мира десятилетия. Александр делает свою первую остановку 24 мая 2030 года. Там он узнает, что в прогрессивном будущем человечество планирует построить свою первую колонию на Луне, проводя серию термоядерных взрывов на ее поверхности для создания подземных туннелей. Чтобы получить ответ на свой вопрос, Александр посещает музей и разговаривает с голографическим библиотекарем Воксом-114, который является проводником в базу знаний человечества. И в конце концов узнает, что идея путешествий во времени не получила никакого развития и теперь является не более чем фантастическим мифом. Александр решает продолжить свое путешествие в будущее, но через пару секунд чувствует вибрацию, означающую какую-то катастрофу. Он решает остановиться 26 августа 2037 года. Он видит разрушенную улицу Нью-Йорка. Через минуту прибывают военные и пытаются его арестовать. Он потрясен происходящим и спрашивает, что случилось. Военные говорят ему, что из-за термоядерных взрывов, использованных при строительстве лунной колонии, Луна покинула свою орбиту, распадается на части и приближается к Земле. Затем начинается землетрясение, военные оставляют Александра, а сами пытаются спастись. Александру удается забраться в машину времени и запустить ее. Но из-за вибрации он ударяется головой о деталь конструкции машины, теряет сознание и случайно переводит рычаг управления в максимальное положение. Машина на полной скорости переносит Александра в будущее. Пролетают сотни тысяч лет, но Александр этого не замечает. Затем он приходит в себя, чтобы остановить машину времени, когда на циферблате будет 16 июля 802 701 года и снова теряет сознание. Его находят и выхаживают местные жители, которые называют себя алоями, далекими потомками человечества. Александр приходит в себя, одевается и выходит из хижины, но видит десятки похожих хижин, прилепившихся к скалам ущелья, как ласточкины гнезда. Мальчик по имени Келлен замечает, что Александр очнулся и рассказывает об этом всем. Люди подходят к нему. Он пытается заговорить, но они его не понимают. Затем девочка по имени Мара говорит на другом языке, и он ее понимает. Она говорит, что это язык камней, и что она одна из немногих, кто его знает. Местные жители боятся его и говорят, что его нужно бросить в реку, но Мара заступается за него и спрашивает, кто он и откуда. Он говорит, что пришел из прошлого, но Мара ему не верит. Она говорит всем, что он ударился головой и несет всякую непонятную чушь. Все смеются. Затем все готовятся ко сну. Александр любуется красотой деревни, хижины которой похожи на светильники, а в небе видит луну, разорванную на части. Вечер был очень приятным для Александра, потому что он разговаривал с красивой девушкой и вокруг царили мир и спокойствие. На следующий день Мара показала ему древние камни с надписями и объяснила, что родители научили ее этому древнему языку по этим надписям. Позже, когда они плыли на лодке, Александр спросил Мару, почему среди них нет стариков. Она ответила, что они покинули этот мир. Он не понимает, как такое возможно, что все старики умерли. Но Мара не хочет ничего объяснять и говорит, что о некоторых вещах лучше молчать. Люди в этом мире предпочитают не думать о том, куда уходят старики, а лишь чтят их память с помощью крыльев ветра. Александр видит, как живут эти люди. Они занимаются рыбалкой и охотой. Кажется, что Александр попал в райский сад, потому что видит молодых и здоровых людей. Затем Мара отводит Александра к машине времени и просит вернуться в свое время, а также взять с собой Келлина. Но вдруг раздаются громкие звуки трубы. Мара бежит спасать Келлина. Александр все еще не понимает, что происходит. Он бежит за ней. Потом он видит, как люди в панике разбегаются в разные стороны. Вдруг недалеко от него появляется какое-то чудовищное обезьяноподобное существо. Это марлоки, монстры, которые охотятся на людей и утаскивают их под землю в свои жилища. Они окружили группу людей и начали ловить их одного за другим, утаскивая под землю. Один марлок побежал за Келлином, но Александр попытался спасти мальчика, оттолкнув уродливого монстра. Марлок побежал за Александром, но тот забрался на вершину башни, где находятся крылья ветра. Марлок последовал за ним и напал на него. Оба упали, после чего марлок начал душить Александра. Через несколько секунд Келлин отогнал монстра горящим факелом. Затем раздался звук трубы и чудовище убежало. После этого Александр и Келлин услышали крик Мары. Ее схватил один из марлоков. Александр не успел помочь Маре. Марлок схватил ее и утащил под землю. Александр был шокирован тем, что остальные люди воспринимали такую жизнь как норму. Никто не собирался ничего менять. Они объяснили ему, что это их мир, и тех, кто пытался бороться с марлоками, уносили первыми. Келлин объяснил Александру, что после того, как марлоки похищают людей, они не могут об этом говорить. После этого Келлин показывает место, где живет призрак. Но, конечно, это не призрак, а голографический библиотекарь Вокс. Он объясняет, как одна раса разделилась на две. Две разные расы, развивавшиеся по-разному. Одни жили наверху, другие внизу, развиваясь как две разные расы. Узнав правду о том, чем питаются низшие, Александр отказывается в это верить. Тогда Вокс говорит, что если тебе не нравятся ответы, то не нужно задавать вопросы. Александр просит Вокса помочь ему найти марлоков и спасти Мару. Александр находит вход в подземное царство марлоков и спускается вниз. Под землей находится сеть туннелей и пещер, в которых работают марлоки. Он также находит большую комнату, похожую на скотобойню, в которой видит большую кучу одежды. Увидев металлические крюки, большие ножи и серпы и поняв, для чего они нужны, Александр пришел в ужас. Он отшатнулся, задев рычаг, и провалился в яму с человеческими костями. Александр попытался выбраться оттуда, но его схватили марлоки. Его отвели в большую комнату и заперли там. Мара была в этой комнате, но не одна. Вождь марлоков выразил желание поговорить с Александром. Он сказал ему, что марлоки – это потомки людей, которые после катастрофы с Луной переселились под землю, а алои – это потомки тех, кто остался жить на поверхности. Марлоки – это кастовое общество, где каждая каста – это отдельный специально выведенный биологический вид. Правящая каста – это сверхразумные телепаты. А люди алои являются едой для них. Используя свои телепатические способности, главный марлок демонстрирует свои знания о прошлом, как в отношении Эммы, так и о создании машины времени. Он объясняет Александру, почему он не смог спасти Эмму. Только из-за ее смерти он создал машину времени, и если бы он ее спас, у него не было бы причин создавать это устройство. Марлоки забрали машину времени Александра и отнесли ее в свое подземелье. Главный марлок предлагает Александру вернуться домой, то есть в 1899 год, оставив будущее таким, какое оно есть. Он садится в свою машину времени и просит марлока вернуть его часы. Марлок подходит к Александру и протягивает ему часы. В этот момент Александр хватает марлока за руку и запускает машину времени. Между ними завязывается драка, в результате которой главный марлок падает за пределы сферы машины времени и через несколько секунд стареет, рассыпается в прах, оставляя свои руки, которые остались внутри сферы, на шее Александра. Александр останавливает машину в 635 миллионов 427 тысяч 810 и видит вокруг себя мрачную и пустынную местность, усеянную башнями марлоков и группами людей, которых марлоки ведут на убои. Человеческая эволюция и история давно закончились, и все пришло в тупик без надежды на возрождение. Земля наконец превратилась в ад. Мара остается в темнице и пытается выбраться из клетки, когда внезапно появляется Александр. Он освобождает Мару и превращает свою машину времени в бомбу. Для этого он блокирует механизм машины времени карманными часами. Затем Александр и Мара убегают, заперев стаю монстров в пещере. Другие марлоки преследуют их и пытаются догнать. Но как только Александр и Мара добираются до вершины, машина времени взрывается, убивая всех марлоков и разрушая все подземелья монстров. И хотя прошлое нельзя изменить, Александр изменил будущее. Теперь человечество может развиваться дальше. Вокс, которому было скучно долгое время, теперь нашел себе очень интересное занятие. Он занимается обучением людей, которые должны возродить цивилизацию. Теперь у Александра новая семья и кажется он обретет счастье в этом новом мире. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok